Добрый день, уважаемые любители футбола, я рад приветствовать вас в чемпионате мира, отсюда, из Туниса, второй матч для нашей сборной на Мундиале. Добрый день, уважаемые любители футбола, я рад приветствовать вас в чемпионате мира, я рад приветствовать вас в чемпионате мира. Удар Коршукова и Алексей Медведев удваивает преимущество нашей команды. Здорово Алексей прочувствовал этот момент. Отбор в центре поля, не удается, есть возможность нанести удар и Коршуков вступает в игру. Налево Сверидов, еще дальше Вашурин. Хорошая передача прошла между ног у защитника. Вновь Куксов. Дальние удары. Прорвало сегодня Александр Куксова. Гол как под копирку. И теперь нужно работать в защите. Ухо Алексей Медведев. Дарит мяч сопернику. Не смог спасти Денис Коршуков. Кулагин. Еще правее есть Вашурин. Хорошая передача Корчагин. Эрик забивает свой гол. И Корчагин делает счет 4-1. Отличный отбор в центре поля. Жамаледдинов. Корчагин. Есть Вашурин правее. Но Эрик бьет издалека. Рикошеп. И вот так вот буквально за одну минуту Корчагин делает дубль. Здорово в предыдущем эпизоде. Кулагин вступил во двор в центре поля. Мяч достался Жамаледдинову. Жамаледдинов по левому флангу. Перевод. Здорово. Харлама включается. Сильно в штрафную. Но вот здесь защитник оказался на линии полета мяча. Загонять Евгения в угол. Ну грубый пол. Здесь можно показывать желтую карточку на самом деле. Мяча Евгений Вашурин. Передача под удар. И сразу вступает в борьбу в Динур. Момент у Фаустова. Передача. Шестаков. Медведев. Шестаков. Что вы делаете, друзья? Зачем вот это была нужна лишняя передача? Здорово направо. Шестаков. Можно еще дальше. Фаустов. Касание в штрафную. Поршиков. Открывается здорово. Вашурин. Отклеился он защитников. Красивая передача. И вот этот гол можно записать в какой-нибудь топ-5 игрового дня уж точно. Вашурин. Красиво на Фаустова. Сергей в касание на дальнюю. Медведев замыкает. Алексей был абсолютно один. Куксов. Удар в касание. Немножко не точно. Начинается у нас второй тайм. После первого счета 6-1. Впереди наша команда. Справляется с голкипер с дальним выстрелом. У нас футболистов. Вновь Куксов. Есть перед ним зона. Будет ли бить или на этот какой-то пасом? Жамаледдинов. Передача. Центр штрафной. Заблокировали здесь удар Корчагина. Будет угловой. И есть шанс. 2 в 1. Надо забивать. И счет становится 7-1. Сергей Харламов. Забивает гол. Вновь мы в прессинге. Еще момент. И Штаков. 8-1. Очень активен Харламов. Атака 3 в 2. Удар мимо. Куксов. Жамаледдинов. Абсолютно один. Бьет Эльнар. Голкипер спасает. Голкипер здесь уже пошел в обводку. И есть шанс забить гол со своей половиной. Поля. И забивает Марат Садиков. Кулагин там подключился к этой атаке. Вашурин будет бить. И спасает защитник. Жамаледдинов. Закидывал мяч за спину. Сомалийскому голкиперу. И тот сыграл руками за пределами штрафной. Абденур вынужден будет покинуть поле. Песу Жамаледдинов. Здорово. Садиков. Под левую. И в дальний угол. Марат Садиков забивает. Десятый гол. Сборная России в этом матче. Фаустов. Вот сейчас все сделал классно. И Евгений чуть не точно отдал Медведеву. Вашурин. Три в одного наша атака. Ну, кто же забьет гол? Нет, не будет одиннадцатого забитого мяча. Александр Куксов. Защитник сборной России. Мы одержали уверенную победу над командой Сомали. Расскажи немножко о ходе поединка. На ход поединка взяли мяч под контроль. Все получалось. Они встречали на своей половине поля. Ну, у них расстановочка немного не та была. Которая в основном у всех других сборных. Поэтому у нас было много свободного пространства на флангах. Вот из-за того и получил забить два гола. Тренерскую установку наша команда выполнила? Да, да. Мяч был под контролем. Все передвигались правильно. По своим позициям. Все удалось. Ты забил два мяча в этом поединке. Расскажи про них. Ну, пошла передача. Принял. Продвинул вперед. Никто не накрывал. Пробил поворотом. Попал в дальнюю. Если не секрет, о чем Дмитрий Смирнов говорил сразу после матча. Собрал он вас в круг. Что сказал? Я немного не услышал. Слишком громко было на трибунах. Готовится у нас следующий поединок. Ну, а мы отпускаем Александра. Спасибо тебе огромное за интервью. И удачи сборной России. Спасибо. Спасибо. Денис Лопатьев. Тренер сборной России. Денис с победой. Расскажи, пожалуйста, как складывался этот матч. Ну, очень трудно говорить про такие матчи что-то. Но в любом случае настроение хорошее. Команда выполнила установку. Была с самых первых минут заведена. Зла. Это вылилось сразу в быстрые голы. И, в принципе, игра пошла по нашему сценарию. Поэтому... Ну, а остальное все было делом техники. С удовольствием забивали. Получили удовольствие. Вчера мы все вместе смотрели поединок Сомали против бразильцев. И там складывался матч совсем по-другому. Что-то случилось со сборной Сомали за эту ночь или сборная России настолько сильна? Ну, я думаю, насколько сильна сборная России, мы увидим в матчах в плей-офф. А, в принципе, я еще раз повторюсь, что команда была очень сильно настроена. Скажем так, очень все были злые после матча с Боснией Герцеговиной. Поэтому, ну, забили столько много мячей. Спасибо огромное, Денис. И желаем также уверенно продвигаться и дальше в сборной России. Спасибо. Спасибо.